Ну привет, друзья! Начну с неприятной новости моего канала. Мое предыдущее видео о фильме Невероятный Халк было забанено во всех странах из-за жалобы студии Disney на 15-секундный отрывок фильма, который, к тому же, был подсмонтирован. Я не знаю, откуда возникли претензии к этому куску, при том, что изначально видео, когда было загружено, в нем не было никаких ограничений, не показывало. Я подал апелляцию, я очень надеюсь, видео восстановят, но если это не произойдет, то одно из двух. Либо я перезалью его на этот канал с перемонтированным этим кусочком, либо я залью его в Telegram-канал. Так что, на всякий случай, подпишитесь на мою телегу, если вы этого еще не сделали. Уже на монтаже мне прилетел отказ в апелляции, так что видео пришлось перемонтировать и перезалить, поэтому прямо сейчас я вас очень сильно прошу посмотреть этот ролик про Невероятного Халка, поставить ему лайк, в идеале еще и написать комментарий, а в самом идеале еще и расшарить его в соцсетях где-нибудь, потому что видео перезалитые, у меня и так видео мало собирают, а это соберет еще меньше, поэтому я буду очень вам благодарен, если вы поможете ему собрать, ну, чуть больше, чем оно сейчас собирает. Большое вам спасибо. Продолжаем. Вот, со мной такое вообще всего второй раз с моим каналом такое происходит. Первый раз это было, кстати, с фильмом Майор Гром, но это был перезалив с другого старого канала, я уже не стал там возиться, мучиться с монтажом, решил, ну и черт с ним, забанено так забанено. На самом деле очень обидно, потому что видео собирало чуть больше, чем оно в среднем обычно собирает меня за тот период, который оно было открыто. В общем, я очень надеюсь, что все решится положительно, и от ваших лайков, от ваших комментариев, от вашей активности зависит моя дальнейшая мотивация делать ролики, потому что, ну, вот такие вещи очень сильно демотивируют, но ваши теплые отзывы или, возможно, даже там споры со мной, какая-то критика, они действительно мотивируют продолжать делать контент дальше, потому что вы мой главный актив, главное то, что я получаю на ютюбе. Ну, а сейчас мы собрались немножечко за другим. Этот ролик, опять же, не будет с каким-то большим сценарием, я буду рассказывать свои мысли, которые у меня возникают в последнее время. Мне кажется, мы в последние годы все меньше умеем любить кино, просто любить и получать от него удовольствие. Все чаще можно слышать разговоры о том, что кинематограф уже не тот, что кино уже скатилось, находится куча, там, тысяча и одна причина, почему так происходит, кто-то находит более объективные причины, у кого-то во всем, конечно же, виновата левая повесточка, ну, есть такие люди, оставим чернокабинетный скулеж за скобками, хорошими фильмами, как правило, считаются те, которые вышли... Ну, чем дальше фильм вышел, тем лучше. Сейчас в современном мире все сложнее найти фильм, который бы массово понравился людям. То есть есть фильмы, конечно, которые все там более-менее хвалят, но в большинстве своем всегда находятся не просто те, кому не зашел фильм, а прямо вот их лютые хейтеры. Причем их очень часто гораздо громче слышно, хотя, в принципе, негатив гораздо громче слышно. И во многом причина этого, мне кажется, кроется в блогерстве. Да, можно сказать, я стреляю себе в колено, потому что я тоже своего рода блогер. Но все же я стал замечать, что очень часто многие киноканалы, они поднимаются за счет негатива. Я сейчас не хочу даже называть конкретные имена, вы все их прекрасно знаете, и наших, и зарубежных. То есть это либо издевательство над какими-то косяками фильмов, либо поиск у них как можно больше недостатков, больше каких-то мелочей, за которые можно зацепиться, поиск клише и прочего. И очень часто из-за этого люди изначально начинают настраиваться на фильмы негативно. И мне кажется, что в один интересный момент это может перейти в соревнования, когда новая какая-то премьера выходит, все соревнуются, кто быстрее найдет в ней больше косяков. Потому что все равно идеальных фильмов не бывает. Я всегда это говорю. Насколько бы мне не нравились некоторые фильмы, я прекрасно понимаю ряд их минусов. Однако никому не приходит в голову обсуждать, например, почему Энди Дюфрейн так нереалистично полз по канализации в фильме «Побег из Шоушенка». Потому что этому фильму уже много лет, и он вышел тогда, когда блогеров как таковых не было. И тогда, естественно, никто бы не стал к этому придираться. Или, например, вышел бы фильм, где можно было все свои проблемы решить, изначально отправившись в Мордор на Орлах. Не знаю, о каком фильме идет речь, а может быть вы подскажете в комментариях. То есть как бы сейчас это воспринималось? Мне кажется, сейчас бы негатива этому было бы больше. И гораздо больше бы находили какие-то косяки, нестыковки, ляпы. Потому что действительно негатив лучше продается. Получается, многие идут в кино уже настроен на то, чтобы найти, что в нем не так. То есть они уже не идут в кино с целью получить удовольствие, эмоционально что-то почувствовать. Для многих людей это стало как будто бы миссией, чтобы прийти и посмотреть, так, вот здесь вот плохо, вот здесь плохо, вот здесь плохо. При этом перефразируя Толстого, все хорошие фильмы похожи друг на друга, но все неплохие, ужасны по-своему. У хорошего фильма всегда подмечаешь какие хорошие стороны. Хороший сюжет, хорошая игра актеров, хороший визуал. Очень для многих это играет важную роль. Хотя мне, например, никогда визуал не казался чем-то краеугольным. А вот это было говно. И очень сложно это продать. Очень сложно рассказать, что вот в этом фильме офигительный, очень классный сюжет. Ну, да, это интересно, это интригует. Ты действительно хочешь посмотреть этот сюжет. Но что ты еще про это можешь сказать? Да так еще, чтобы не пересказать весь сюжет и не наспойлерить там на весь фильм. Сказать синапсис. Например, женщина, которая содержит свою прачечную, внезапно оказывается, что она может путешествовать между разными вселенными, вселенными, некоторые совершенно отбитые. И ей нужно решить проблему вселенского масштаба. О том, что появилась некая Джа-Джа Чубакка или что-то в этом роде, которая уничтожит всю мультивселенную. Да, я только что описал потрясающий фильм «Все везде и сразу», у которого тоже очень много хейтеров. И, честно говоря, отчасти я даже с ними согласен. Однако вспомните, как было раньше. Что многие просто включали довольно глупые боевики или довольно пошленькие комедии в 80-х, 90-х. И даже не думали про сюжеты, которые порой наивные, или эффекты, которые даже тогда не выдерживали никакой критики. И это всех устраивало. Все видели иной раз нелепую игру героев, какие-то нестыковки сюжета, слабые спецэффекты, и просто кайфовали. Сейчас же у многих как будто по дефолту такой настрой, что ничего нового в кино не скажут, ничего интересного мы не увидим. И какой у меня смысл смеяться с шуток, если лучше найти какой-то косяк и разругать его. Да, что тут скрывать? Негативные обзоры хорошо работают на ютюбовский алгоритм. Они привлекают внимание, потому что людям всегда интереснее что-то раскритиковать или поиздеваться над чем-то, чем обсудить его плюсы. Многие блогеры прекрасно знают, что чем жестче, чем колоритнее они пройдутся по фильму, а ну раз и по личностям создателей, то тем больше это зацепит. Ведь если просто рассказать, что фильм хороший, что у него красивые кадры, красивый сюжет, это зайдет меньше эмоционально. А когда начинается, что там актеры переигрывают или актеры недоигрывают, или персонаж не раскрывается, это ставшая мемом фразочка, или что-нибудь, или сценаристы. Все это гораздо лучше воспринимается ради кеков, ради лузов. Посмотрим, что типа еще такого чувак там обернет и как он еще простебет очередной фильм. Притом очевидно, что развитие персонажей оно не всегда обязательно. Да, есть фильмы, есть даже признанная классика, в которых персонажи не развиваются. Я сейчас скажу крамольную мысль, но, например, в фильме «Назад в будущее» Марти Макфлай не развивается. Именно в первой части. Да, в сиквелах ему уже там добавили мотивацию о том, что иногда лучше не лезть на рожон и поступать благоразумно. А именно в первом фильме у него нет никакого развития. Он в какой точке заходит в этот фильм, в такой точке и выходит. И это, между прочим, главный герой. Делает ли это фильм плохим? Ну, оценки говорят немножечко об обратном. Или, к примеру, переигрывание или недоигрывание актеров. Вы знаете, далеко не всегда, когда актер переигрывает, это плохо. Потому что иногда переигрывание хорошо работает на антураж. Когда нужно показать вычурного персонажа. И иногда это просто необходимо. Возьмем, к примеру, фильм из Джоан Керри. Я понимаю, что у них в год выхода было много довольно критиков и хейтеров. Однако сейчас к ним все более и более теплые отношения. Они воспринимаются положительно как часть нашего детства, как приятное прошлое. Именно комедии, я имею в виду, старые. И посмотрите, ну, во всех. То есть Джим Керри это вообще король переигрывания. Но, согласитесь, если бы он просто играл как нормальный обычный актер в каком-нибудь Эйси Винтуре, фильм бы даже в 50% не был бы настолько успешен и не был бы настолько классикой. И вот со временем такие негативные обзоры, особенно в том, что они часто касаются новинок, поскольку все-таки на новых фильмах проще поднимать контент, если это, конечно, не «Матрица» и не «Бойцовский клуб», которых можно делать миллиард видео каждый день и каждый день находить в них какие-то скрытые потаенные смыслы. Да, если это новые фильмы, то их проще раскритиковать, проще отнести какое-нибудь развлекательное кино к, простите, ненавижу это выражение, но Марвела по Раше. Во многом еще из-за того, что старые знакомые гораздо легче, проще принимать, а новые очень часто вызывают отторжение. Как раз я не зря сказал про Марвел, потому что это очень характерный пример, что фильмы старые с Тоби Магуайром сейчас считаются чуть ли не классикой кинематографа, и их принято любить и обожать, и называть их вообще лучшими воплощениями Человека-паука, при том, что если бы они выходили сейчас, вот такие, какие они были тогда, даже там со скидкой на спецэффекты, сейчас бы их просто вот уничтожили, бы сравняли с Землей. Потому что они не выдерживают хорошую проверку временем, ни диалогами, ни мотивацией персонажей, ни раскрытием образов, ни развитием героев. Они бы просто вот оказались бы примерно сейчас уровня какого-нибудь Морбиуса. Ладно, возможно, это плохой пример, Морбиус ужасен. Я как амбассадор киновселенной Сони это говорю. И в итоге что получается? Мы просто движемся по инерции и ненавидим все больше и больше новых фильмов. Мы перестаем видеть в них хорошее. Многие зрители уже подходят к фильму с ощущением, что его надо оценить низко, раскритиковать и доказать себе другим, что это уже не уровень, и Голливуд уже не тот. Таким подходом очень сложно получать удовольствие от кино, потому что можно себе испортить просмотр фильма даже каким-нибудь незначительным косяком, который ты смотришь, а, вот это вот какое-нибудь кино клише, и все, и сразу же фильм падает в твоих глазах. И ты не можешь просто насладиться тем, что есть. Самое обидное, что с таким подходом очень часто просто обесцениваются работы и старания большой группы людей, которые действительно вкладываются. Конечно, сейчас практически любой фильм это стремление заработать деньги. Но ведь так было и раньше. Старые какие-то фильмы, голливудские, которые сейчас считаются признанной классикой, они же тоже все делались в первую очередь ради того, чтобы собрать хорошие деньги. Тот же «Крестный отец», который считается классикой кинематографа, это была экранизация бестселлера. И понятно было, что его снимают для того, чтобы люди пошли, посмотрели фильм и принесли кучу денег. Но принято считать, что вот «Крестный отец» снимался с душой, не то что бездушные конвейеры сейчас. Но я абсолютно уверен, что даже вот в тех же фильмах киновселенной Марвел, даже в последних фильмах киновселенной Марвел, которая испытывает серьезные проблемы. Я об этом говорил в видео, можете посмотреть по подсказочке. Так вот, даже в последних очень многие люди вкладывают душу. Да, есть те, кто работает чисто на автомате. К примеру, очень большие проблемы сейчас стали с компьютерной графикой, и для этого есть объективные причины. Можете поискать информацию. Много кто об этом говорит, о том, что сейчас стало действительно очень много фильмов, и просто студии, которые делают графику, они просто не справляются. Очень многие стали забивать на изначальное качество картины, думая, что она постпродакшене поправит, поэтому очень часто действительно качество фильмов снижается именно из-за этого, визуальное качество. И далеко не все могут себе позволить, как Джеймс Кэмерон, который может снимать «Аватар 10 лет», а потом выкатить абсолютно дефолтный фильм, но все будут кайфовать, потому что у него графика хорошая. Да, конечно, меня сейчас могут уличить лицемерие и сказать, что вот, ты там призываешь любить фильмы, а сам раскритиковал второй раз «Аватар 2», но, естественно, невозможно любить все. Естественно, будут какие-то вещи не нравиться. Но я просто призываю к тому, чтобы не ненавидеть все огульно, не пытаться настраиваться на негатив с самого начала, пытаться искать хорошее даже в том, что многим не нравится. И если вы посмотрите на мой канал, то увидите, что у меня позитива почти всегда больше. Я всегда стараюсь находить что-то хорошее. И даже если я говорю о каких-то неудачных моментах, я все равно делаю скидку на то, что есть и хорошие. У меня, к примеру, есть теория роликов топ неудачных моментов в разных франшизах. В «Харри Поттере», в «Властелине колец». Но при этом я каждый раз подчеркиваю, что это действительно качественные вещи и что их интересно разбирать в первую очередь на косяки. В первую очередь потому, что они сами по себе интересные вещи, которые просто интересно смотреть и находить в них не только плюсы, но и минусы. Но когда ты во всем кино стараешься находить только минусы и делаешь только на этом контент, то, мне кажется, ты просто обесцениваешь вообще весь кинематограф. Я, конечно, понимаю, что бывают разные жанры контента, что иногда хочется над чем-нибудь покекать, посмеяться. И я ни в коем случае не говорю, что нет, вы не должны их там смотреть. Просто я призываю всех нас быть добрее к кино, к кинематографу, даже иногда к каким-то несуразным, неудачным фильмам, потому что все равно то, что делают для нас киноделы, это все равно гораздо лучше, чем то, что происходит в последние годы в нашей гребаной реальности. И да, я лучше посмотрю какой-нибудь очередной марвеловский фильм, который сделан по всем шаблонам, и с однотипными сюжетами, и неразвивающимися персонажами, и плохой компьютерной графикой, чем буду смотреть сводки новостей, в которых и персонажи развиваются, и графика слишком хорошая. Да. Кстати, сейчас я хочу выпустить ролик с лучшими сериями утерял Человек-паук. Не знаю, получится это или нет, потому что для него нужна некоторая подготовка, это будет так называемый сиквел моего ролика про худшие эпизоды Человека-паука. Вот сейчас я наконец-то говорю о планах своих, потому что я в предыдущих роликах все время говорил, что возможно это видео последнее, возможно это видео последнее, да, возможно любое будет видео последнее, но давайте посмотрим, что будет дальше, посмотрим, что будет с моим каналом дальше. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали, и я вас всех люблю, и два слова.